всем привет и слава украине сегодня у нас суббота а значит сегодня у нас звездец на мгусту с хорошо знакомым и любимым вам миша привет рад тебя видеть чертовски и я думаю все наши зрители очень тебе рады видеть дело привет всем всем приветствую очень рад так или иначе в двух словах я стараюсь практически каждый день через день возвращаться к теме положения на фронтах хотя особых изменений тем не менее хочется твою оценку услышать опять-таки вот эта триада херсон запорожен мегатопортом донбасс ну она как бы нет каких-то явных движений на самом деле очень напряженная обстановка особенно на бахмутском направлении там продолжаются атаки российских войск они пытаются все же подойти городу штурмовать украинские позиции украинская армия очень стойко обороняется то есть нету там каких-то особых продвижений но конечно очень жестокая битва там очень большие потери очень много раненых поэтому там но очень напряженная обстановка если говорить о сватово то есть это луганская область там ситуация такая что продолжается подготовка к проведению явно проведению наступательной операции со стороны украинской армии российская армия пытается все-таки каким-то образом создавать оборонительное сооружение причем как инженерного характера так и создавая группировки войск в районе старобельска то есть фактически пытаясь уже создать вот последний рубеж перед российской границей для того чтобы остановить украинскую армию напряжение там растет продолжаются уже идут такие локальные бои то есть очевидно что россия пытается сбить наступательное наступательную подготовку вооруженных сил украины украинская армия готовится к наступлению также бои продолжается на уровне рубежного которая прилегает как раз к сватову к району сватово то есть здесь в принципе прогноз тот же самый что и был неделю назад возможно что здесь и будет то самое вот следующее наступление украинской армии еще одно вероятное направление которым можно говорить это юг это мелитопольское направление где очень ярко заметно что украинская армия проводит постоянное поражение высокоточными средствами хаймарсами каждый день где-то так под десяток ударов по разным локациям это и сосредоточение личного состава склады с боеприпасами командные пункты логистика все это заметно что здесь украина тоже готовит наступательное действие причем довольно таки широком фронте россия в свою очередь обстреливает херсон и вообще правый берег то есть все локации которые они достают артиллерии они пытаются в принципе вот бьют в основном хаотически то есть без какого-либо там прицела по военным объектам именно просто кошмарят гражданское население демонстрируя свое присутствие ну это то есть и разрушая гражданскую инфраструктуру то есть на этой неделе ударов ракетных было меньше чем на прошлой неделе предыдущий период и кстати проявились шахеды было сбито 14 шахедов которые да то есть они появились но опять же не в массовом количестве то здесь непонятно то ли это остатки той партии которая была предыдущая там около 400 500 штук по оценочно или это появилась какая-то новая партия но опять же судя по всему не не очень массово то есть много всяких версий ну например то что мы говорили что иран все-таки пытается отвертеться от настойчивого настойчивых просьб путина и пытается уйти от этого то есть не передавая политические ракеты и пытаясь уйти от передачи беспилотников или все же не успевает производить то есть пообещал при россии не выполняется потому что не хватает тех же самых комплектующих кстати интересно у девятый пакет санкций европейского союза который был вчера введен там конкретно бьет по вот это по вот этому сектору технологическому производства беспилотников там прямо таки написано камеры там всяческие механизмы компоненты системы которые собираются даже из гражданских частей которые собираются вот для того чтобы комплектовать эти шахеды ну и другие беспилотники которые те же орланы российские они же тоже комплектовались западными комплектующими очевидно идет речь о том что все таки наконец-то введены конкретные санкции против производства таких дронов и это это может повлиять на общую ситуацию что я правильно понял что без западных комплектующих они ярлов не смогут производить камеры производят просто элементарно камеры у них есть свои отечественная камера но я не знаю фэд или зенит может быть где-то они же могут принципе и фэды ставить пленку накрутил ну и там если что надо будет какого-то маленького человечка чтобы пленку прокручивал там же надо переводить надо ты же видел в орланах они прямо большие камеры целые ставят там какой-нибудь canon и вот он летает и снимает то есть если но опять же эти камеры можно купить любом супермаркете я не знаю насколько сейчас они доступны но смысл в том что они реально ставили обычные камеры это показывает получается что они потом будут конфисковывать камеры у населения кстати да почему распоряжение путина сдать камеры каждому каждую там вторую камеру и потом можно будет телефоны ставить них тоже камеры кстати да ну там не хватает конечно разрешения размыты очень будут снимки там там же хоть что-то должно быть видно орланы кстати тоже появились в этот раз их сбили тоже три штучки то есть где-то они опять же под собрали но очевидно что вот что касается ракеты что беспилотников кстати без от ракеты которые сбивались тоже там есть по оценкам экспертов которые изучали эти ракеты как будто бы не тоже собраны уже буквально вот летом речь идет о том что пошли какие-то уже не то есть запасы исчерпали и пошло новое производство очевидно что новое производство может быть только в мизерный от мизерных количествах по цене с тем запас с теми запасами которые при союзе были созданы но тысячи штук точно уже не будут создаваться то есть будут какие-то десятки штук например там за пару месяцев это вот вот таких количествах можно говорить я говорю о ракетах и даже не о беспилотниках насколько я понимаю и с баллистическими ракетами вроде бы как иран их прокинул потому что постучал по дереву ничего такого нет и близко на самом деле на самом деле на месте иранцев я бы очень сильно задумался потому что у них все подгорает и в районе иранского кодистана и в районе где живут арабы это там на юге и на востоке где живут белуджи и караваны идут с оружием и все для них может соку может хочется очень плохо эти ракеты будут просто элементарно понадобится если что они тут знаешь бункерный на этой неделе наговорил на опять десять больших арестантов но одно из его высказываний по и по ядеру по ядерному оружию оно привлекло мое внимание и почему оно привлекло мое внимание все обратили внимание о том что если мы не применим первыми то мы не сможем применить вторыми но это мне напомнил эту прошлую песню аллегровой 90-х годов все мы бабы-стервы белый бог с тобой кто у нас не первый тот у нас порой но он там продолжил и он продолжил очень интересно на самом-то деле он типа того сказал что конечно мы ядерное оружие никому не передадим привет ирану но друзей в обиду не дадим и второе сказал что ракеты полетят обязательно полетят они у нас хорошо хранятся ты ему видишь ну по моему с 2005 года прекратилось обслуживание ракет которые производились днепропетровске при союзе еще ли не данилыч кучма их там с гитарой собирал да и на самом-то деле они взяли на себя ответственность по их обслуживанию содержание тут вот они там сарманты сейчас начали как будто бы выпускать и так далее кто его знает как они полетят механизмы старые все равно как бы в на волю божью все это но опять же вот здесь путин кстати путин все и сегодня еще я видел его статом на 5 в этом бишкете бишкете он сегодня выступал довольно таки опять же и прессу он сказал что у него все хорошо абсолютно все по плану идет у него никаких проблем там нет он буквально так сказал единственное что говорит проблема с урегулированием конфликта вот со слов проблем нет ну у него как бы вот два разных процесса и все у них хорошо там и шутил там анекдоты рассказывал и про ядерное оружие он повторил вот эти ответ на встречные удары что что первое конечно американцы плохие применяют будут применять превентивно а мы запустим сотни ракет они уничтожат вот эту америку ну и нас конечно уничтожат но и их уничтожат то есть он опять вот эти вот начал рассказывать свои сказки но тут тут же ведь принципиальный вопрос ведь когда мы говорим о российско-украинской войне здесь про статистические ракеты речь не идет никаких встреч на ответных ударах там ответ на встречных не речь вообще не идет идет речь о применении тактического ядерного оружия которое совершенно другого уровня класса и здесь я уверен путин путин надеялся сейчас я так не уверен что когда он например применит маломощную ядерную ядерную боеголовку там боезаряд по территории украины запад не найдет запад просто не найдется в запад не найдет что сделать в этой ситуации то есть как раз здесь если он первый пойдет какой будет ответ запада ударить по россии нет подожди 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 одну секунду извини что тебя перебила ответ вроде бы как он озвучивался по черноморского флоту и по группировке потом потом черноморский флот вести все лишат группировку там артемири и так далее то есть агребных следств и причем обычными оружиями не ядерные и все но здесь да здесь идея хорошая как это ее озвучивал блинкин не озвучивали несколько человек но опять же вот вот здесь вот все хорошо как будто бы все хорошо но слушая риторику генсека нато и даже американцев которые боятся нам почему-то патриоты передать хотя ну честно извините меня но патриоты тут абсолютно не агрессивное оружие вот причем в тех условиях когда уже реально даже украина стоит на грани гуманитарной катастрофы которая может быть остановлена патриотами она может патриоты могут гарантировать очень высокий высокий процент уничтожения всех ракет которые летят на украину вместе с насам сами там и всем остальным но именно патриоты бы создали такой верхний эшелон который бы намного улучшил бы ситуацию и соединенные штаты нам почему-то их не передают и при этом говорят что мы уничтожим черноморский флот вот у меня пока нет доверия к этому к этим словам потому что ну я себе не могу я себе пока представить что например россия применяет ядерное оружие маломощное есть такие боеголовки кстати маломощные которых там ну грубо говоря вот прямые разрушения такие первые будут там например километр да всего-навсего это как бы не не те катастрофические последствия которых мы вообще говорим там 500 метров может быть километр то есть в принципе пойдет ли на это соединенные штаты что фактически объявят войну россии и опять же если будет нанесен удар здесь единственное что единственно здесь игра очень тонкая они не будут наносить удары по российской территории по суверенной российской территории до февраля четырнадцатого года они будут бить только по крыму и по оккупированным территориям уже после февраля четырнадцатого года то есть по территориям которые после распада советского союза официально вот согласно договора в том числе между украиной россии были размежеваны и как бы признаны обеими сторонами вот здесь может быть что путину скажет ну извини но мы же не признаем эти территории поэтому успокойся потому что мы уже на на шаг до от того самого который рассказывает они в раю мы вернее наоборот мы в раю они в аду и так далее то есть возможно это сработает единственное что мне пока не хватает уверенности в решительности администрации байдена и на то как организации которая фактически будет вступать войну с россией потому что уничтожаться это будет реально корабли черноморского флота это же флаги там подняты и российские понимаешь чем дело на применение ядера настолько важно настолько ломает всю игру что ну как бы не отреагировать причем не отреагировать жестко они могут а потом самое главное русские не знают правда это или неправда как говорил старая в этой самой методичке не обязательно минировать канал достаточно сказать что он заминирован конечно с подачи с принеслава белковского в одной из своих программах своих интервью навел меня на этом значит я прочел статью премьер-министра индии на рэнде моде и прочел ее не где-нибудь а в коммерсанте написал в коммерсанте потом со мной сейчас связались эти индиции за урф большой офтингтанкс и написали про то что мы сейчас собираем вообще идеи и детства создала консультантом G20 поэтому G20 или G19 но G20 считая Украину а не Россию в общем неважно значит и вот значит они собирают идеи и моде во всех странах 20 я опубликовал статьи в ведущих СМИ почитал я эту статью и знаешь что да там были обвинения ну как бы не прямые косвенные были обвинения по поводу того что по ковиду по вакцинам там типа того нельзя не давать вакцины нельзя но первое о чем он говорит моде он говорит что мы являемся заложниками образа мышления в духе игры в сулевую сумму и страны уже не должны бороться сейчас за территорию ресурсы не должны бороться нет необходимости бороться за выживание ну не должно быть воин воины раньше были потому что не хватало еды не хватало какой-то базы а сейчас уже вот и ты понимаешь с одной стороны понимаешь что он прав человечество может себе прокормить еще в два раза больше а с другой стороны понимаешь что когда он это пишет в коммерсант даже для каждого оригинальная статья это же прямое обвинение конечно ведь ведь путинская эта тактика и стратегия наоборот создавать проблемы с едой создавать проблемы с жизненными условиями для того чтобы формировать миграционный кризис например завалить европу ведь путин то последние пару лет или даже больше он же создает неприемлемые жизненные условия для того чтобы формировать миграционный кризис и формировать энергетический экономический кризис европе это у него вот эти вот гибридные войны это же они есть, на самом деле. И, ну, премьер-министр Индии молодец, он правильно говорит, но КГБшнику Путину, как бы, это понятно. Он поддержит, конечно, мы же, конечно же. Конечно же, да. КГБшник Путин понимает слов. КГБшник Путин понимает сигналы. То есть расчет Путина начнем основываться и нельзя сказать, что он полностью оправдался, но в какой-то степени он оправдался. Он считал так. Ну, вот есть страны свободного мира, есть самый крупный рынок, европейский рынок. Конечно же, он надеялся на то, что там Германия и Франция его не бросят в беде. Ну, а потом, потом, когда он увидел, что бросили еще так, решил, что, ну, в конечном итоге есть Китай, есть Индия. Он же это думал на три дня, не будет войны никакой. Я имею ввиду дальше. Ну, дальше тоже пошли, конечно, дальше он начал петлять, и эти петляния, они, ну, абсолютно лишены стратегии какого-то глубинного, он начал метаться. И на самом-то деле, вот ты заделал Индию, дело в том, что Китай еще, то есть и Китай, и Индия, на самом деле, при слове ядерные, ядерное, применение ядерного оружия, они немножко начинают нервничать. Им это очень нравится, очень нравится, и Китай, и Индия. И поэтому Путин, который начал размахивать дубинкой, и думал, что его сейчас поддержат китайцы и индусы, но, извините, ему приносят часто такую аналитику, что иногда поражаешься. Кто ему внушил, что Китай поддержит Путина, и суд будет махать тактическим ядерным оружием? Извините меня. Это же бред. Я думаю, что он понимает все это, и вот по этой совокупности там не только Черноморский флот, там и всю огневую мощь, что от группировки, которая находится в Украине, потерять можно. И плюс то, что Индии, это очень сильно не нравится, Китаю это очень-очень сильно не нравится, и так далее. У Путина нет вариантов применения ядера. Ну, если, конечно, у него тоже даже не было вариантов, например, напасть так на Украину, как он напал. Здесь же мы еще не обсуждали эти удары беспилотниками нашими, я имею в виду вот эти вот казусы и инциденты, но ведь их как бы демонстрация качества ПВО, когда, извините меня, единственный в стране там можно стратегический аэродром защищать, это единственный аэродром, на котором можно исполнять полный цикл обеспечения и применения стратегической дальней авиации. И его не смогли удреть. Значит, ПВО где-то пуляет по Днепру, по Николаеву, по Запорожью, по Одессе. Вот они пуляют С-300, используя по Харькову, используя их качественно земного оружия. В это время целые территории, видимо, где-то просто оголены. То же самое происходит с ракетой. Он же ракеты сейчас утилизировал и дошел уже до того, что запускает, ну, все, что у него есть, а Китай-то сидит и смотрит. Китай же ждет, он палочки-то ставит. Китайцы, я думаю, знают до последней ракеты, сколько у них. И они думают, окей, а не попробовать ли нам чего-нибудь в России взять? Если у них все равно, сейчас они все в Украине утилизируют и потом похлопают по плечу, скажут, ребята, отдавайте нам вот это, или мы на вас нападем. Я понимаю, что не нужно. Но, с другой стороны, у них не будет чем воевать. То есть они рассказывают, что они с НАТО собираются воевать. У них ракет не будет уже. У них ПВО уже не будет, грубо говоря, после еще полгода такой войны, и ничего уже не останется для противостояния вот этих, как они там говорят, геополитическим игрокам, типа НАТО, США или Китай. Не-не, у них ничего не будет, но они считают, что они уже давно воюют с НАТО. То есть Симонян же на неделе сказал, что... А чего? Мы были уже в Киеве, мы уже стояли в Киеве, и вот тут включилась НАТО, и вот тут-то нам и пришлось стука. Ну, извините. Ну, а чего? Великая страна. В Киеве, оказывается, они уже победили. Да, 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 да. Они же рассказывают, что за нас воюют поляки в основном, а украинцы не хотят воевать. Украинцы-то не хотят воевать. Поляки только воюют. И все. Украинцы уже давно с Путиным бы целовались, потому что это же один народ. А так только поляки мешают и все. Ну, иногда американцы. Кстати, тут же на днях даже, вот вдумайся, будет заседание Совета Безопасности. ООН созывается Россией о дестабилизирующей роли поставок западного оружия Украине. Вот такая тема заседания Совета Безопасности. Вот этот цирк будет. Опять Нембензе будет рассказывать о том, что прекратите поставлять оружие, и конфликт окончится. Все просто. Все очень просто. Понятно. А еще лучше разоружить вообще украинскую армию. Да. Закончится. Ну, и так далее. Нет. А что тебя удивляет, когда первое лицо государства говорит о том, что Польша, опять повторил, готовится забрать западную территорию, которую Украина получила в результате решения Сталина. И что вообще в Украине это сталинский режим. И дальше он сказал. Ну, естественно, единственным гарантом территориальной целости и суверенитета Украина является Россия. Естественно. Ну, а кто же еще? Ну, а кто же еще? Конечно же является Россией. Но тут спорить сложно. Тут спорить сложно, потому что с такими, ну, то есть спорить тут, во-первых, бесполезно, а во-вторых, как бы гранаты не той системы, чтобы спорить с такими утверждениями. Да. Гранаты действительно не той системы. Слушай, знаешь, я вот вообще, конечно же, с одной стороны, к политике историков подпускать нельзя на пушечный выстрел, я тебе заранее говорю. И знаю, и так далее. Это одна сторона медали. С другой стороны, медали любой политолог, это историк. Ну, потому что политология есть продолжение истории, и те процессы, которые начались... Но политолог – это же не политик. Это немножко все-таки... Политолог пытается анализировать все же. А так как я не политик, а я политолог, я все-таки позволю себе некоторой ассоциации. Смотри. Путин и Николай I. Николай I был всегда образцом для Путина, образцом для подражания. Это был один из любимых его монархов. Но Николай I у нас... Это у нас с чем ассоциализация? Правильно, с Чемской войной. Как-то причудиво-то свойство. Кого-то, как знаешь, альмское сражение при армии, оттуда же это самое выражение шапками закидают. В результате этой войны российская армия потеряла 100 до 250 тысяч убитыми. 15 лет у нее был дефицитный бюджет и 15 лет без Черноморского флота. И это считалось... Очень похоже, что будет вот просто копия будет. Но я надеюсь, что Черноморского флота, конечно, уже вообще не будет. Вообще никогда не будет, да. В Черном море не может быть этого флота российского, потому что Россия не может себя вести цивилизованно. Их надо лишить вообще права иметь флот. И самый интересный момент, где раз был поднят русский флаг, там он уже спускаться не должен. Николай I. Путин полностью... Россия здесь навсегда, да? Да, но Путин полностью разрушил вот эту самую парадигму. Полностью. То есть там, где поднят русский флаг, там обязательно будет какое-нибудь другое через некоторое время. Например, на Лозовой через день. После того, как подняли русский флаг, через день его опустили. И подняли украинский. В связи с этим у меня вот такой к тебе вопрос. Слушай, а вот это вся... Неужели ты думаешь, что никто из... Я подчеркиваю, никто из россиян ее не видит. И жителей России тех людей очень много взял. Никто из ближнего круга Путина этого не видит. Много чего видят. Дело в том, что столько аналогий уже проводилось и формировалось, и рассказывалось. Но ты же видишь, у Путина есть своя история. Он ее в последнее время, вот последние пару лет очень любит читать лекции, в которых полный бред компилируется. Говорят, что Мединский ему преподавал историю Дугин. Вот эти вот влияния. И вот эта вот гремучая смесь, плюс там еще много всяких специалистов, она реально вылезла в этот геополитический такой, геополитико-исторический, ну, скажу, бред, наверное, потому что для 21 века немножко в другую сторону надо было развиваться, а не в 18-19 век. Потому что если ты в 21 веке начинаешь думать как в 18-м, ну, ты и закончишь как в 18-м. И оно так и будет, на самом деле. Потому что ведь вот тут недавно фрау Меркель, как бы хотел сказать, вылезла, нет, ну, просто вот появилась, да? Да, ну, зачем так говорить? Появилась на публике, и сегодня, кстати, Путин возмущался. Он сказал, что он не ожидал такой подставы от Меркеля. Он говорит, я же подписывал минские договоренности. Верил Меркель. А она говорит, оказывается, это было для того, чтобы она время выигрывала. Меркель что-то такое вот сказала, что, ну, она-то оправдывалась, и ее обвинили в том, что как бы намекнули, что минские договоренности, как бы вы за них все время держались, а они на самом деле привели к тому, что Украина напала, вернее, Россия напала на Украину. А Путин говорит, а я-то думал искренне, что мы же хотим помочь Донбассу. Обвинил сегодня Меркель. Но я к чему, что, в принципе, даже вот немцы, которые, они же сначала думали, что они могут строить реальные капиталистические отношения 21 века с новой Россией. Вот они думали, дешевый газ, это хорошо, это профит, мы инвестируем в Россию. Они же искренне, я помню, они искренне верили, что если они через рыночные механизмы изменят Россию, насытят ее деньгами, сделать ее богаче, то эта Россия изменит потом и все постсоветское пространство. Я даже помню, где-то так, 10-11 год, когда вот это была перегрузка или перезагрузка кому как, и обсуждался вопрос без виза, поднимался для Украины, Грузии, Молдовы, и что говорили нам европейцы, ребята, подождите, сначала без виз для России, тогда реально, это уже сейчас не помнит никто, но вот в 10-11-12 годах реально обсуждали вопрос, что сначала даем без виз России, проходит какое-то время, а потом уже подтягиваем всех остальных, как бы там, они уже никуда не денутся, но главное, что немцы верили искренне, что они смогут демократизировать Россию через инвестиции. Они вложили сюда сотни миллиардов евро. В результате КГБисты хитро улыбались и половину, конечно, украли, или там 90% украли, но и немножко они накачали пропаганду, создали идеологию и немножко оружия. Если бы они, конечно, все деньги немецкие в оружие попустили, то я думаю, что нам было бы, конечно, очень сложно. Это было бы совершенно кошмар. Слава Богу, что европейцы думали, что они могут демократизировать, и так как у России суверенная демократия, они с коррупцией там не боролись. Они думали, что коррупция, она наоборот помогает механизму быстрее работать, ну как там, смазывает российскую экономику. Но в результате мы имеем эту проблему 18-19 века из-за того, что европейцы думали, что Россию можно изменить. А оказывается, Путин жил Николаем Первым и вкладывался в эту модель. Он думал, что вот эти как-то миллиард евро в день он пускал на то, чтобы превращать Россию в Россию 18-19 века. Добро бы еще бы так. Он превращал Россию во времена Ивана Грозова. Он хотел превратить во времена 18-19 века. Это еще будет, Гела? Это будет, когда мы говорим о пригожинах и всех. Вот тогда они уйдут уже туда конкретно. Кувалда молот, опричники и так далее. Это еще будет. Прибожий в Луке Палест из Кулатова. Они туда пойдут, а потом, может быть, и Пугачев когда-нибудь появится. Возможно. Но это будет явно не Навальный. Навальный человек в тюрьме и как бы сказать, что я им восхищаюсь или я верю в то, что он будущий лидер России я не могу, но будущее так как человек в тюрьме я ему сочетую как вот чисто заключенным. С точки зрения политического будущего я думаю нет, нет. Он является несомненно, он является жертвой плачевского режима. Несомненно. Впрочем, как же жертвой собственных иллюзий. Да, абсолютно. Давайте скажем прямо Навальный даже после четырнадцатого года боролся не... То есть главное обвинение звучало как? Дворцы в Геленджике, Ботос и Медведев вот эти борцы уточки и так далее и тому подобное. Вот эти все дворцы в Геленджике, Ботос и Медведев это все было бы полбеда. Беда была в том, что он напал в Геленджике. Так, Геела, тут же можно посмотреть по-другому. А если бы не... Это то, о чем я говорю. А если бы у власти был Навальный, они бы не воровали, представим, побороли коррупцию, они бы создали армию, которая могла бы захватить всю Европу. Ну, то есть, если по этой логике. То есть, если бы путинские ребята не воровали, не строили дворцы, они бы смогли еще там раз в 10 больше арматы. То есть, у них были бы арматы, были бы Су-57, у них было бы вооружение, которое может конкурировать с американским. Дело в том, что я не слышал, чтобы Навальный говорил о геополитическом неправильном курсе Путина. Что вот эта суверенная империя, которую строит Путин, КГБшная, она, это неправильный путь, что Россия должна сближаться с Европейским Союзом, например. Я не знаю, я не слышал такого. Возможно, я просто не изучал политическое наследие Навального, но я не слышал именно таких. с Европейским Союзом, может быть, она и должна сближаться, но, может быть, он и считает, что Европа и Россия должны сближаться, но понимаешь, чем дело? Вот это тоже крыша 19 века. Россия, Россия, Российская империя в 19 веке, которая включала, кстати, и нас, и вас. Это было вполне себе и Европейскую, и Польшу, и Финляндию. Вполне себе европейская держава была в общем. Ну, вспомни, сколько там, сколько процентов элиты России разговаривало на русском языке. Давай вспомним. Там были немцы, там были в основном уздейские немцы, вообще немцы были в основном. Там было очень много выходцев с Украины, очень много. Но я к чему говорю? Ведь смотри, ведь на самом-то деле в парадигмах 19 века вот это мышление, оно продолжает оставаться, но 19 век закончился. Конечно. он скверно, он закончился в 20 век. Да. Более того, может что-нибудь удивиться, даже 20 век закончился. И у нас сейчас 21 век совсем другие. А на этом фоне, ну, Крым, конечно же, не будет. это суверенная территория Украины. Да, если бы я лет 40 назад читаю какую-то фантастическую книжку там про 21 век, и там написано «Бои забахнут с использованием танков Т-72». Ну, это же бред полнейший. То есть, 40 лет назад эти танки построены, и они в 21 веке оказались нужны для того, чтобы воевать за Бахмут. Ну, это просто на голову не лазит, какие у людей интересы. И вот сегодня вот стоит этот человек, и он говорит, у нас все хорошо, у нас все по плану. То есть, у него по плану используем вот эти... По какому плану? Какой план у тебя? это... То есть, и все вокруг тихикают, ну, все-таки это было в Бишкеке, и как бы, ну, я понимаю, что ситуация там у Путина такая сложная. Я там видел, он встречался с президентом Тиргизстана, и главным итогом, главным итогом этой встречи саммита было подписание документа соглашения между Россией и Тиргизстаном о борьбе с информационными угрозами. Ну, супер, супер. Это уровень, да. Сторонняя повестка просто, повестка просто очень актуальна. проблем нет. И все, знаешь, не могу не затронуть так, не коснуться темы попытки переворота в Германии. Переворот фриков, я его назвал так, и возглавлял ее Генрих 13. Слушай, я сегодня зашел, Генрих 13, он был, на самом деле, он же был в Баварии. 12. А я нашел 13-го. А ты уже 13-го нашел? Ну, я нашел, он как будто бы был там в 13-м веке, 13-й Генрих, где-то он что-то там... Может быть, потому что в 12-м был в Баварии, я точно знаю, в 12-м веке. Это он здесь с Даминова Фридриха Барбароссы. Да. Ну, потом со всеми перессонился, потом убежал в Англию, в итоге Сталинки уже приехал в Баварушвеги, его все простили, и он умер. Но был скандальный тип общения. А был самым богатым и могущественным из германских дворян. Значит, 13-й тоже был. Так это его... Надо углубиться. Ты видишь, ты видишь, некоторые... Ты видишь, мы тут Путина обвиняем, да? Он живет в 18-м. Тут некоторые в 13-м живут, и ничего. Ощутили преемственность. Погнали. Так нет, ты понимаешь, в чем дело? Даже в этом случае, никто не говорит, кроме Лаврова. Лавров сразу же начал говорить о том, что, мол, ну а что вы хотели? Это же естественно, и то, что вот сейчас происходит в Германии, даже кошмар, это же ужас. Вот вам и то, патриоты решили взять власть в свои руки. Абсолютно. Как он... Родитель один, родитель два, это одна проблема, и вторая, в туалете невозможно найти письюар. Это Лавров говорил, что он не мог определиться, как использовать туалет в Европе. Поэтому, да, действительно, патриоты восстали и наводят порядок. Да, ну как бы слабо, они его наводят, они его не смогли навести, но это доброцепление, да, не буду рассказывать. Не смогли. Да, не смогли, но... Не смогли. Ну и вот еще одна такая тема, это тема продолжения мобилизации. Мобилизация продолжается, они будут мобилизовывать, есть, видимо, у них есть военная, военная составляющая, скажем так, военная нагрузка, почему она продолжается. Ну, знаешь, я вот, я ко всем пристаю сейчас с тем же, с моей идеей, что может быть в ближайшем окружении Путина, есть разумные люди, которые придумали план капитуляции через мобилизацию. И в чем он состоит? Ну, вот смотри, представь себе сентябрь, начало сентября, и Путин говорит, шар, ребята, мы проиграли, мы сейчас выводим войска отовсюду, из Крыма, из Донбасса и так далее. Как это воспринимает население? Ну, я думаю, хлопает в ладоши и говорит, слава Богу, идем пить водку. Нет, тогда еще нет. Думаешь, противостояния не было бы, но население было бы крайне недовольно, население спрашивало бы, а зачем тогда мы тут домашние? Ну, это Гиркин бы спросил. Ты, кстати, видел, Гиркин вышел в эфир опять и всех разложил на полочки, на молекулы и сказал, что, ну, прошелся по этим всем фанерным генералам и так далее. Ну, Гиркин бы, кстати, вот, ремарка, Гиркин сказал, что будет в политику идти, да, и этот Бут, освобожденный, чуть ли не на главу ЛДПР его сватают. ЛДПР сейчас бесплатная, поэтому с водой мы об этом еще поговорим. Нет, тот момент, когда все диванные патриоты сидят на диване, в социальных сетях начнут писать, а почему, почему, как можно отдавать Крым и так далее. А сейчас прошла одна волна мобилизации, вторая волна мобилизации. Каждый, вот я сейчас говорю, мне в этом году будет 55. В следующем, вернее, году, в сентябре. И даже люди моего возраста не попадают в призыв. Даже люди старше меня, до 60 лет попадают в призыв. Ты понимаешь, в чем дело? Любой мужик в 50 лет, его жена, его дети, его внуки, до этого, которые говорили правильно-правильно, Украина это наша земля, сейчас понимаешь, что любимого дедушку могут забрать. Могут забрать папу, самого сына. У кого-то могут забрать сына. И ты знаешь, они себя чувствуют крайне некомфортно. И вот тут они, когда им говорят, что, ребят, ну вот, найдут объяснение, НАТО вмешалось, масоны, патиссоны, Россия сосредоточится, Россия, мы обязательно победим, но вот сейчас так было надо, вот тут они облегченно вздыхают и говорят, слава Богу, что хочется. Уже нет угрозы непосредственно. Я с тобой согласен. Кроме того, около миллиона человек выехало, которые не были довольны войной, которым дали возможность. Опять же, это же целенаправленно не хватало этих людей, давали им выезжать. Это протестный потенциал, который фактически выпустили для того, чтобы котел не перенагревался. Довольно-таки вот здесь они сыграли разумно. Вот здесь они правильно сделали, в принципе, для того, чтобы, зачем этих людей держать, если они могут выехать. Ну окей, пусть себе, мы их потом объявим предателями и не пустим, например. А если пустим, будем издеваться над ними. Как-то. Что ты все делаешь? Что ты все делаешь? Поэтому, может быть, у меня такая большая надежда есть на это, что разумные силы, не сам Путин, я не верю в то, что у Путина может быть такой план, но может быть разумные силы сейчас ему создают ситуацию, когда после скажем, ну вот. Тут дело, а что такое разумные силы? Тут не разумные силы, мне кажется, а группы, которые дерутся во-первых, за власть, за шкуры. За шкуры надо, то есть спасать свои шкуры. А это и есть разумное действие? Да, это разумное действие, инсенсивное, но разумное. Тут у меня тут вопрос, то есть кто этим может быть? Путин на это вряд ли может пойти. Или его очень убедительно попросят, скажут, что у тебя есть один выход, прекратить вот это наконец-то вот этот твой план, который у тебя по плану идет, сворачиваемся и как-то пытаемся завернуть это все. Но есть два варианта. Как мы говорили с тобой, Патрушевский, это какое-то более-менее то есть сворачивание и торговля этим сворачиванием с Западом, чтобы им хоть что-то открыли хотя бы по нефти, по газу, там дали возможность каких-то денег заработать, чтобы стало легче дышать. Потому что ты же видишь, уже нефть Урал опускается, приближается к 40, а это уже себестоимость. Это зима. Это зима. Да, себестоимость зимой. Я имею в виду, что профит-то уже нефти падает. Да, то есть когда Путин говорил, у вас сейчас газ будет по 5 тысяч евро, нефть, бензина не будет, сейчас Европа сдохнет, будете у нас канистру на коленях просить, получается наоборот. И очень многие олигархи, которые в том числе сидели как бы на трубе, как правило, им деньги не нужны были, получается, что они сейчас остались без денег. Они, то есть вот это патрушевское направление, но есть еще вот это вот пригожинское направление, которое тоже хотело бы свернуть вот эту штуку, но при этом закрыв страну и устроив там немножко диктатуру под своим руководством. Путин, конечно, в обеих вариантах может остаться живым, исполняя роль какого-то бумажного короля, который любимый, который выходит к телевизору и вот это рассказывает бред. Он уже просто будет как вещатель, его скажут, прикрывай теперь нас, говори населению, что все хорошо, у тебя это хорошо получается, улыбайся, а мы будем, улыбаемся и машем, а мы будем в это время как-то спасать свои шкуры, потому что шкуры, уже у многих шкуры, ну, у кого-то порвались, у кого-то еще есть шанс как-то сохранится, но я себе представляю, например, сейчас весь этот олигархат, который, в принципе, купался в деньгах до 14-го года, это вообще было просто, и что они сейчас чувствуют? сейчас чувствуют себя скверно, потому что на пустом месте им создали такие проблемы, что мало не показалось, и вот, кстати, вопрос Бута, Бут, Виктор Бут ведь закрыл гейштар Южной Америки, и вот это сообщение о том, что Путин может уехать в Аргентину, в Аргентину он не может уехать, потому что его, более того, Бут ведь куда поставлял оружие, за шою, его посадили, он пострадал оружие в Колумбии, а ближайшим союзникам, на котором сделали Россию, на котором сделали огромные деньги, это была Венесуэла, и сейчас вот на прошлой неделе с Венесуэлой Шеврон заключил контракт, Бадуро весело пишет о том, что ребята, мы победили, вот сейчас будут разрабатываться, американцы будут покупать опять нашу нефть, напоминаю зрителей, эти проклятые, эти проклятые капиталисты, эти гринго будут покупать нашу нефть, не хотят, мы ее не хотят будем продавать, да, с грустными было бы нормальное правительство, что первое, что бы мы сделали, сейчас бы просто висели на телефонах у всех американцев, кто более или менее влияет на политику, и говорили, ребята, не забудьте про нас, они должны отозвать признание Абхазии, и свое финальное Абхазии, но это если нормальное правительство, все будет, я думаю, все будет, конечно, я в этом не сомневаюсь, никуда не денемся, когда, но вот, и вот эта информация, и там уже Мадуро с оппозицией встречался, ну то есть там как бы люди поняли друг друга с полузгляда и пошли работать, и Путину как бы, кстати, вот следствие вот этой вот процессов в Венесуэле, это же и цена, потому что планка на самом деле, планка Европейского Союза, 60 евро, 60 долларов, она по расчетам Путина, великого стратега, она должна была сыграть наоборот, я помню, как только ввели сейчас Европейский Союз, 5 числа, 6 числа пошли новости, российская нефть продается дороже, чем там 68 с удовольствием берут, но потом как-то эти все заявления исчезли, и вчера появилась информация о 42-43 долларах, что уже с учетом транспортировки, которая очень возросла, неизвестно, кто, куда сейчас кого зарабатывает, и этот процесс зимой не может долго продолжаться, даже Эрдоган, который там установил эти страховочные, пока, как так сказать, страховочный шлюз Босфорда-Арданеллы, этот объем нефти, он тоже, когда рано или поздно прорвет, еще хуже сыграет для рынка, на самом деле, там уже скопилось 18 или сколько, 20 миллионов баррелей в этом районе, а это уже много, если оно пойдет одним скопом, то есть рынок дестабилизирован, причем не в пользу товарища, Путина. Хочешь скажу еще одну новость, которая просто замечательная, куда ездил вот вчера представитель Кайнер Син Цзиньпин, старикан Синь, в Саудовскую Аравию, и после этого визита он заявил, что Китай готов расширить торговлю нефтью с королевством, удивительно, каждые два года Мохаммед и Салманов вместе с Синьпинем договорились проводить саммиты и повысить свой уровень до стратегического партнерства. Это, кстати, важнейшая новость, это новость уровня, это не поездка в Бишкек, на самом деле, это немножко, опять же, со всем уважением, со всем уважением, но эта поездка никак не повлияет на рынок и на геополитическую ситуацию, а вот товарищ Си, видимо, что-то задумал, вот что-то он, мне кажется, недобро он смотрит, при всем при этом, при всем при этом, абсолютно понятно, что Си будет брать российскую девчину, конечно, товаров за 20, да, поможет и за 10, да, будет 40, просто у товарища Си, на самом деле, в экономике тоже не все благо, у него там огромные вот эти пузыри на инвестиционном рынке жилищном, есть проблемы с рабочими, есть проблемы с протестами, экономика падает, ему дорогая нефть, но сейчас как бы не очень хорошо, лучше все-таки подешевле, потому что, опять же, Путин, путинские аналитики говорили, сейчас Китай как бы будет расти, все будет хорошо, нефть дорогая и так далее, оказывается, нет, опять, а тут еще и Си к Саудовской Аравии, а Саудовская Аравия пыталась тоже сыграть на этом, но, опять же, они ориентировались, как разберутся между собой тот же Путин и Си, и, видимо, Си приехал и сказал, мы разобрались, все хорошо, не волнуйтесь, со всеми все будет хорошо, а с Путиным тем более, мы побеспокоимся. Ну, вот так вот, такой вот расклад, такой вот расклад, слушай, а что там с Донецком происходит, вот я признаюсь вам честно, мы же записываемся, в этом самом, как его зовут, мы записываемся в пятницу вечером, как раз между футболами, что с Донецком происходит, что он говорит, ты не знаешь? Ну, постоянно идут обстрелы, российская пропаганда говорит, что это украинцы обстреливают и так далее, но я думаю, что все-таки это происходит по, как бы, работа российских войск, потому что, ну, для Украины нет смысла там обстреливать Донецк, тем более, там очень похоже на российский, российский почерк, просто куда-нибудь. В принципе, вот Херсон сейчас обстреливается и Донецк, одинаково обстреливается, куда-нибудь, куда-то вот, украинцы высокоточной артиллерии, они если бы били, они бы били, например, вот конкретно стоит там РОВД какой-нибудь, в котором штаб находится, там, первая танковая армия, оно бы туда и прилетело. То есть, украины вообще, вообще-то, кстати, дефицит боеприпасов, у нас же, ты, может, слышал, что даже страны НАТО, бывшего Варшавского договора, сейчас инвестируют, причем создается фонд в рамках НАТО, инвестировать в эти страны, Чехия, Словакия, Болгария, Румыния и так далее, они будут сейчас производить советские боеприпасы для Украины, 152-122 мм, и Украина сейчас тоже инвестировала в производство, и сейчас разворачивает массовое производство, потому что реально существует дефицит, еще остается очень много, там сотни этих артиллерийских систем, 152-122 мм советского, советских, и нужно их доиспользовать, скажем так, то есть глупо их было бы оставить недоиспользованными на фронте против России, поэтому использовать, например, просто беспорядочной стрельбой, ну, это для Украины не очень выгодно, тем более, ну, опять же, окей, обстреляли мы Донецк, дальше что? Создали повод для новостей, не знаю, насколько это имеет смысл для Украины сейчас, сейчас у Украины совершенно другие проблемы, совершенно другие потребности и так далее, поэтому... Ну, знаешь, как в том, те, кто верит, тех пропустите, потому что, ну... Ну, да, пойдем. Бога ради. Тут только верить, да, только верить. Кстати, сегодня, вот, сегодня, там, представители Офиса Президента очень интересные твиты начали запускать, в которых там написано Атакамс, Патриот и всякие такие вот вещи, ну, кажется, что лед двинулся. Дело в том, что сегодня, по-моему, приняли оборонный бюджет Соединенных Штатов, там, рекордный в истории, там, больше 800 миллиардов, для Украины, там, сразу 800 миллионов, но, видимо, что-то знают люди из, как бы, кабинетов, что, наверное, все-таки есть политическое решение, иначе они бы не писали таких вещей, то есть, надеемся на, ну, на Патриоты, я бы очень надеялся. Если бы Патриоты у нас в течение месяца появились, это бы, очень многое сняло бы сомнений, и намного позитивнее была бы обстановка, в которой можно было бы дальше смотреть будущее, в следующий год, и прогнозировать какие-то ситуации и на фронте, и в России. Ну что же, будем надеяться, что, значит, твиты окажутся пророческими, я тебе скажу так, что я сегодня обедал в компании очень компетентных людей, причем как с Украины, так и из Грузии, и, ну, все сходятся, единственное, по-моему, кто сказал своего прогноза, это был я, потому что все остальные сходились на мысли о том, что в следующем году война точно закончится, просто весной, летом, осенью там спорили. Кстати, вот и все это, вот эти прогнозы зависят от того, что мы сегодня говорили, это и Венесуэла, это и Саудовская Аравия, это Тавариси, и Индия, и это Камсы, и Патриоты, и, кстати, и украинские бесплодники, которые ударили по Энгельсу. Не по Марксу пока, но по Энгельсу. И, знаешь, я тебе скажу, что по сути же, ведь, а, я вру, я соврал, я сказал, я сказал, что война, вообще-то, ребята, может закончиться завтра же. А меня удивлен, абсолютно, если каскадное обрушение государственных институтов Российской Федерации, все возможно, я не говорю, что так будет, но может, поэтому давайте, я говорю, не будем строить надежды, просто верим в СССР, слава Украине. Героям слава!